Сегодня у нас в гостях министр труда и социальной защиты Ирина Виссарионовна Ахметова. Здравствуйте. Добрый день. Как мы знаем, на минувшей неделе глава Хакасии Валентин Олегович Коновалов принял ваш отчет о работе министерства в минувшем году. И мы решили поговорить о том, выделить самые ключевые такие моменты в деятельности министерства. Как мы знаем, вы являетесь координаторами трех государственных программ. Но надо понимать, что ключевой является социальная поддержка населения Хакасии. Попросили бы вас рассказать, как шла в нашем году реализация этой программы. Увеличилась ли по сравнению с предыдущим годом финансирования. И самое главное, есть ли поступательная динамика в сфере социальной защиты населения. Вы совершенно правильно сказали. Валентин Олегович Коновалов принял отчет о деятельности министерства. Сразу же скажу, что оценил положительную деятельность министерства. Просил передать слова о благодарности за работу нашим работникам, что я и с удовольствием, конечно, сделала. Три государственные программы. Кроме трех программ, где мы являемся координаторами, у нас еще шесть, где мы являемся исполнителями. Наверное, надо сказать, в первую очередь, что было представление о финансовой стороне реализации всей нашей политики. Труда, занятости, социальной. 4 миллиарда 700 миллионов выделяется на все эти мероприятия, которые мы реализуем через госпрограммы. Вы правильно отметили, что социальная поддержка граждан, безусловно, самая объемная, самая затратная. Потому что люди, которые имеют право на различные виды льгот, пособий, выплат, конечно, сюда заведены все деньги. Например, семьи с детьми у нас получают в этом году, в наступившем уже будут, около полутора миллиардов рублей заложены в бюджете. Далее, более полутора миллиардов, примерно миллиард 700, это на социальные выплаты для различных категорий граждан, и в том числе для граждан пожилого возраста, тоже достаточно большая. Опять же, более миллиарда уходит, у нас уйдет в этом году на социальное обслуживание граждан, которые находятся в том числе в стационарных учреждениях, а у нас значительная часть нашего населения там находится. Конечно, значительно скромнее на рынок труда, порядка 450 миллионов, но это тоже важно. Поэтому, исходя из этих объемов, мы понимаем, что у нас нельзя не говорить о том, что наш бюджет, тем более министерство, он не является социальным. Безусловно, социальная сторона присутствует. Ну, что еще, наверное, хотелось бы отметить. Конечно, это цифры не окончательные. Вы понимаете, что с учетом поручений президента, которые были даны буквально недели не прошла, предстоит увеличение по этим выплатам. Наверняка предстоит увеличение не только в самих выплатах, но и по численности получателей. Все деньги, которые реализуются, они все реализуются через госпрограммы. Поэтому цифра не окончательная. Ну и, надеюсь, это будет приятное увеличение для наших получателей. А ключевой задачей на текущий год, начавшийся год, какой вы определили? Вы знаете, глава республики в первую очередь отметил 75 лет со дня окончания победы. Это, безусловно, все наши ветераны, инвалиды, участники войны, блокадники, узники концлагерей, достаточно большая численность, казалось бы, всех тех, кто имеет отношение к этим, вот более трех тысяч граждан, имеют отношение к тем периодам войны. Да плюс еще мы не будем никогда забывать о том, что дети войны, которым все это пришлось пережить, таких у нас порядка 26 тысяч. Вот это основное наше направление в текущем году. Не только до 9 мая нужно провести ремонты, проверить все жилые помещения, совместно с Советом ветеранов социальные паспорта, проверить, как получают медицинское обследование, социальную работу. Это все безусловно. Но ведь мы не должны их бросить до конца года, эту работу обязательно продолжать. И второе направление в нашей деятельности, которое глава, так скажем, поручил, определил, это все-таки семьи с детьми. Дети – это важно. Поэтому предстоит разработка и нормативных правовых актов, и их непосредственная реализация вот по этому направлению. Еще мы знаем, что вы стали инициатором создания государственной программы по помощи, оказанию государственной поддержки семьям, где воспитываются дети-инвалиды. Здесь подвижки какие-то есть? Ну, безусловно, финансовые средства заложены в бюджете, о которых мы говорили, которые были инициированы. Реализация программы в этом году пойдет. Сейчас, конечно, начнется в этом году, но своеобразная притирка. Нам нужно понять, чего же не хватает ли в полном объеме достаточно тех мероприятий, которые мы обговаривали с родителями детей-инвалидов, либо чего-то нужно подкорректировать будет. Но я думаю, что уже, может быть, по итогам первого полугодия будет понимание по этой теме. Я вот помню, что вы как-то в новом формате ведете работу с родителями детей-инвалидов. Создана комиссия, да? Ну, рабочая группа, так скажем, да. Телефоны есть, безусловно, до контакти с инициативными родителями. Не все же себя так активно проявляют. Есть группа людей, которые представляют достаточно большую часть вот этих ребятишек. Поэтому, да, работа ведется. А по сравнению с другими регионами Сибирского федерального округа, в Хакасе достаточно такая стабильная ситуация на рынке труда, правильно? Верно подмечаете. 2019 год, 2018 год, как-то мы задержались на уровне 1,4%. Ну, по сравнению с регистрируемой безработицей, конечно, я говорю, по сравнению с другими субъектами Сибирского округа, мы, примерно, находимся в серединке. Но у нас нет скачкообразных никаких волнений. А вот то, что снимают органы статистики, интервьюеры, так называемые, когда людей опрашивают, задают им вопросы без подтверждающих всяких документов, проводится это ежемесячно обследование. То есть это от нас не зависит. Это считается общая безработица, ну, здесь порядка 5,6-5,8. Если говорить в абсолютных величинах, у нас на сегодня на учете состоит 3200, округлю цифры, вакансии 4200, Денис. То есть превышение вакансии. Да, вакансии значительно больше. Ну, другое дело, когда человек для себя подбирает, не подходит по территории, не подходит по зарплате, по условиям труда работает, вполне нормально. Ну, вот для того, чтобы, может быть, разъяснить ситуацию, когда некоторые говорят, зачем нам уровень общий регистрируемый, вы там чего-то лукавите. Регистрируемая безработица нужна для того, чтобы понять, сколько людей к нам придет, обратиться за пособием, а мы бы это все рассчитали, запросили деньги с федерального бюджета, ведь эти люди получают пособие по безработице, эти люди получают стипендию в период обучения, этих людей мы отправляем оформляться досрочно на пенсию, если они подходят по критериям. Эти люди могут получать, ну, и в том числе различные виды активной политики, как то субсидию на открытие собственного дела. Поэтому это очень важный показатель уровня регистрируемой безработицы. Мы в этом плане не лукавим, никого не хотим обмануть о том, что у нас есть цифра разная. А то, что касается общей безработицы, таких у нас людей, конечно, порядка 14, от 12 до 14 тысяч. Вот как-то из года в год эта цифра вот так держится. Ну, это те люди, которые не работают, либо они не ищут работу, либо говорят, что нам не нужно, у меня лично подсобное хозяйство, и это нормально. Вместе с тем мы знаем, что количество хозяйствующих субъектов в Хакасии все-таки сокращается, количество индивидуальных предпринимателей сокращается. В то же время в этом году не ожидается вроде как и массовых увольнений. То есть вам удастся как-то выдержать? Вы знаете, в течение 2019 года у нас значительное было количество людей, которые бы сократили работодатели, высвободили их, и они бы к нам пришли вставать на учет. Вот это было впервые, наверное, за много лет вот такое наблюдалось у нас. В этом году, например, на сегодня чуть больше тысячи заявлено людей на сокращение, но это не значит, что все они будут сокращены, ну, потому что, например, Абаканский рудник, да, они заявляют, они обязаны заявлять о том, что возможно сокращение. Но мы понимаем, что эти люди будут трудоустроены и на рынок труда не придут. У нас очень многие министерства, ведомства в Хакасии реализуют национальные проекты, как посчитается. По реализации национальных проектов идет по очень удобной для Хакасии формуле софинансирования. То есть основную финансовую нагрузку берет федеральный бюджет, Хакасия софинансирует от 1 до 10%. Какие национальные проекты реализует министерство? У нас основной проект – демография. Мне бы хотелось здесь отметить, я думаю, что это важно для наших слушателей. Есть два момента – обучение. Обучение граждан, как мы называли, предпенсионного возраста, сейчас это некорректно так говорить, и второе – это обучение наших мамочек, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. Здесь тоже произошли значительные изменения на федеральном уровне предет решения. Категория предпенсионера заменяется на категорию возрастную 50+. Всем гражданам, кому исполнилось 50 лет, работают, не работают, все могут обратиться в Центр занятости населения по месту своего жительства и пройти курс переобучения, либо обучения. То есть независимо от того, получают какие-то уже выплаты из пенсионного фонда или нет. В прошлом году это было затруднительно. Многие субъекты, если не сказать все, ставили перед федеральным центром этот вопрос, об этой проблеме, потому что, ну, например, хотели бы обучиться медицинские работники, а извините, у них уже льгодная пенсия есть, уже мы не могли таких принять. Сейчас здесь абсолютно все свободно, открыто, только возраст. 50 есть лет, пожалуйста. Переобучение можно пройти на бесплатной основе? Безусловно, государство все будет оплачивать, да. И вторая категория – это вот женщины, которые состоят в трудовых отношениях. Ну, проще говоря, женщина работала, ушла в декретный отпуск, родила ребеночка, дальше продолжается и отпуск по уходу за ребенком до полутора, до трех лет. И вот такие женщины, которые состояли в трудовых отношениях, мы много лет таких женщин учили, они проходили либо приобретали новую специальность, либо повышали свою квалификацию. Вот в прошлом году вступил национальный проект по этому направлению, и с 2020 года начинается реализация. Ну, что здесь? Здесь произошло тоже принципиально новое. Теперь не только те женщины, которые состоят в трудовых отношениях, но также те, которые не работают, не работали, ушли в декрет, родили ребеночка, и ребенок теперь у нас не до полутора, не до трех лет, а до школьного возраста. Вот мама не работает, дома находится с ребенком, и до школьного возраста она может пройти какое-то обучение, приобрести какую-то, ну, понятно, на коротких курсах, какую-то специальность, либо повысить свою квалификацию. Это тоже очень важно, я считаю, для наших мамочек. А почему Федеральный Центр актуализирует эту проблему? Ну, вы знаете, как раз и говорили, почему же находится в таком положении, казалось бы, женщина не работает, у нее и профессии-то никакой нет, но так случилось, да, вот с ребеночком дома находится, а те женщины, которые получают еще и выплаты какие-то, вот их и обучить, ну, некая несправедливость. То есть мы об этом тоже говорили, что это востребовано у тех женщин, которые не находятся в официальных трудовых отношениях. И по предпенсионерам, когда задачу нам поставили, цифра, конечно, была очень незначительная, обучить 180 человек предпенсионеров мы должны были, мы обучили более чем в три раза, у нас почти 600 человек прошли обучение, но очень сложно подобрать эту категорию, когда идут вот эти ограничения, завязка на пенсионный фонд, что уже получают какие-то выплаты, вот, а здесь категории расширили, теперь мы вот как-то посвободнее здесь, и большее количество людей сможет обучиться. А это востребовано? Я думаю, что да, да.